Конечно, в сборной России немало кубанских грибцов, но мы расскажем о трех спортсменах, которые готовятся к отбору на Олимпийские игры. Она могла поехать на Олимпиаду в Рио. В 2016-м Олеси Ромасенко уже была одной из лучших каноисток России и мира. Регулярно брала медали на крупных международных стартах. Проблема была лишь одна. В программу игр на тот момент не входила женская каноэ. На радость Олеси в тот же год все изменилось. Олимпийская хартия, у них прописаны принципы гендерного равенства. И это значит, что должно соответствовать количеству мужских дисциплин и женских. И поэтому мой вид спорта ввели в программу Олимпиады. Шансы на поездку в Токио у серебряного призера последнего чемпионата мира велики. Отбираться в Японию Олеся будет на дистанциях 200 и 500 метров, как в одиночке, так и в двойке. Мне всегда было легче выступать в одиночке. Для меня раньше пришел успех в экипаже в двойке на 500 метров и только позже в одиночке. Но всегда мне было проще выступать одной. Павел Петров еще один кубанский претендент на поездку в Токио. Тоже каноист и тоже титулованный. Неоднократный чемпион мира и Европы. Даже в 32 года он не уступает дорогу молодым, потому что давно уже раскрыл секрет своего успеха. Вода это для меня какое-то что-то такое прям священное. Воду я люблю с детства купаться, плавать. Ну и, собственно, возможно, потому у меня такие дружелюбные отношения с водой. И в таком водном виде спорта я добиваюсь успехов. Петров давно тренируется и выступает вместе с Михаилом Павловым. Летом на чемпионате мира в Венгрии они стали четвертыми. Но в Токио Павел, если и поедет, то за медалью. А еще за шишкой японской ели. Мне понравилась одна шишка из первой моей поездки за границу в Болгарию. Ну и я подумал, а привезу-ка я еще там следующий. Вот уже из Испании потом привез. Потом еще откуда-то. Ну и вот так вот они стали собираться. Я думаю, ну буду собирать коллекцию. Какие-нибудь интересные, из интересных стран. Ну вот так вот они стали собираться. Другой брюховецкий канаист Виктор Милантьев коллекционирует только медали. У 33-летнего спортсмена есть полные комплекты наград чемпионатов мира и Европы, но при этом нет олимпийских. В 2008-м на играх в Пекине Виктор в финал попасть не смог. Соревнования такого уровня, как Олимпийские игры, это как бы с ними ничто не сравнится. Но было весело, было интересно. Но каждое соревнование в любом месте, они по-своему интересны. В Японию кубанец планирует поехать не один. Его давний напарник Виктор Чеботарь. Вместе в двойке они брали медали чемпионата мира на 500-метровке. В этот раз замахнулись на километровую дистанцию. Другое дело, что не все зависит от гребцов. Неутихающие допинговые скандалы могут лишить мечты любого российского спортсмена. Но прямо сейчас все идет по плану. Максим Герасин, Кубань, 24.